Еще одна громкая новость на неделе пришла из Варшавы. В столице Польши на престижном мировом чемпионате собрались самые продвинутые студенты-программисты. И сразу две медали здесь досталось белорусам. Это при том, что в интеллектуальных баталиях участвовали представители 112 университетов мира. С героями нашего времени на неделе встретился Алексей Мартиненок. Поздравляем! Две медали двух белорусских вузов на чемпионате мира по программированию стали по меньшей мере сенсацией. Позади остались команды из знаменитой Силиконовой долины и названия университетов, в которые принято поступать только если попали олигарх. Например, Гарвард и Стэнфорд. Наших студентов встречали на Минском вокзале как олимпийцев, преподаватели, телекамеры и друзья-однокурсники. Оранжевые шарики, нарисовали плакаты, сочинили небольшие стихи про каждого из мальчиков. Кто быстро ходит, кто мастер ВИМа, это товарищ Богдан Удима. Впервые наши студенты участвовали двумя университетами. Они завоевали это в предварительных соревнованиях. И две команды возвращаются с медалями. Это радует. Это говорит о том, что мы можем готовить программистов высочайшего уровня. Команда университета информатики привезла бронзовую медаль. Отстала от лидеров всего на три задачи. Но побежденными с чемпионата мира не уехали. Отыгрались уже после церемонии награждения. Немножко пообщались с китайскими университетами. Но это уже совсем немножко. Просто пообщались на церемонии празднования. Да Денин просто стесняется. Он их там в боулинг выигрывал. Он китайскую команду, которая золото была. Серебряная медаль у представителей Белгосуниверситета. Третьекурсникам Диме, Юрию и Сергею до последнего не верилось, что окажутся так высоко в таблице. Мы почувствовали самое где-то минут за 10 до конца, когда увидели зеленую строчку акцепты в мониторе. Когда нас запрестнули ему. Когда узнали, что последняя медленно пошла. К соревнованиям ребята готовились в этой небольшой комнате. В среднем по 5 часов в сутки несколько раз в неделю. Условия максимально приближены к реальности. Так что на условно-игровом компьютере даже фотографии сложно посмотреть. У нас тут виноват, причем у него еще доделаны. Это виноват. Это виноват именно такой, который был на финале. То есть здесь возможности как можно более урезаны, чтобы участники не могли сломать систему и что-то где-то играть как-то нечестно. В финальных соревнованиях приняли участие более 100 команд. Изначально их было несколько тысяч. По правилам Европу представляли 28, Северную Америку 22, Латинскую 17, Азию 38. Одним словом, полный интернационал, из которого в первой пятерке оказались россияне, белорусы, поляки и китайцы. Усторый зал, в котором проводятся соревнования, еще никого не пустили. Атмосфера наталяется. Команды ждут в коридоре. Сидят, нервничают, играют в каменную ловицу бумаги. Этим мы занимались в другую игру. Задания финала были составлены на основе реальных проблем от управления водными ресурсами и воздушным движением до интернет-безопасности. Наша задача – это делать этот трубопровод определенным образом так, чтобы вода могла дотечь из одного пункта в трубопроводе в другой. И при этом нам нужно потратить минимальное число ресурсов. Одну такую задачу можно решать до часа. Мы попросили команду показать, как выглядит процесс решения. Как и что работает, обычному человеку не понять. Для такого уровня надо учиться не один и не два года. Радует то, что белорусские специалисты на него уже вышли. На неделе о компьютерных воинах. Алексей Мартиненок и Максим Сацукевич.